Мы с вами уже задали базовую структуру сайта и теперь настало время чуточку попланировать и усовершенствовать ее. Итак, я открою скриншот, а вы просто пока смотрите, я вам объясню всю картину наших боевых действий, так скажем. Итак, видим, это наш сайт, который должен получиться в итоге. И его ширина, видим здесь, она будет составлять ровно 1000 пикселей. Однако, у нас на сайте есть места, которые растягиваются на весь экран, то есть наша шапочка, наша менюшка, видим. Поэтому я предлагаю задать следующую, так сказать, более продвинутую структуру. Во-первых, задать блок для нашей шапки, назовем его header по-английски. Затем задать блок для нашей менюшки, меню назовем, например. Затем задать блок для контента, в котором будет содержаться контент. И задать блок для подвальчика. И теперь обратите внимание, вот эти все блоки, они будут по умолчанию растягиваться на всю ширину экрана. А для того, чтобы отцентрировать содержимое, мы будем использовать еще один и тот же блок под названием, например, mid. То есть вот тут мы разместим этот блок, вот тут разместим этот блок, вот здесь разместим и вот здесь. То есть вот такая картина у нас будет наблюдаться. Поэтому сейчас давайте мы это и проделаем. Так, первым делом, конечно же, мы идем сюда и здесь заводим наши блоки. Итак, я пишу div. Здесь пишем класс. И первый блок у нас идет нам header, да? Поэтому для шапочки. Теперь давайте мы вот все это скопируем. Так, и вставим еще. Хотя нет, пока рано. Здесь покуда класс. Давайте спрячем. И, как вы помните, у нас еще идет внутри каждого блока другой блок под названием mid. div. И здесь пишем класс. sss равняется mid. Вот так вот. И теперь вот мы это копируем ровно. Ну, копируем просто и тут наполняем. Первый блок у нас, как вы помните, идет блок шапки. Header назовем его. Второй блок, вставляем его сюда, идет, это наше менюшка, меню. Третий блок, так, 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 это наш контент, так и назовем контент. И четвертый блок, это наш подвал. Опять-таки, так и назовем footer, footer. Все. На этом, в принципе, мы немножко так распределили базовую структуру. И дальше уже будем оформлять все это в стилях.